Привет-привет, Раки! Меня зовут Макагон Людмила. 15 ноября планета Сатурн выходит из своего ретроградного движения в вашем девятом доме гороскопа философии и духовности, подвергая испытаниям любые ваши глубоко укоренившиеся убеждения. 16 меняется ваша философия жизни, меняется ваше мировоззрение, ваши взгляды и убеждения, мораль, ваш жизненный опыт и ваши знания. Мир меняется, и Сатурн показывает вам, что настало время меняться и вам. Вы поймете, что в определенных вопросах вам катастрофически не хватает знаний, и да, некоторые из вас пойдут учиться. Пусть это будут просто обычные курсы, или книги, или семинары, но будут, хотя предпочтительнее, конечно, высшее образование и ученая степень. Получение новых знаний даст вам чувство, что все под контролем, что осознанно выбранное направление и силы, которые уходят на изучение. Это сложный, но перспективный вклад в себя. Это вообще благоприятный период для получения основательного образования и исследовательской деятельности, в том числе в зарубежных вузах. Здесь Сатурн может проиграться с позитивной стороны. Он великолепно учитель и благоволит серьезным, ответственным ученикам. Открывает перед ними блестящие карьерные перспективы. Отличный период для написания диссертации, издания книги или преподавательской деятельности. Может появиться возможность прожить какое-то время за границей или вдали от дома. Именно вдали от дома вам будет легче всего найти новый смысл жизни. Старая модель мира больше не работает. Появляются новые взгляды на жизнь и новые ценности, новые тенденции. И вам предстоит обрести новую жизненную мудрость. Новый опыт, которого еще не было. Сатурн способствует формированию человека как личности. Он учит нас мудрости через терпение, настойчивость и умение преодолевать обстоятельства. Не нужно бояться трудностей. Их можно устранить. Кто не побоится столкнуться с ними, в конце пути получит щедрый дар планеты. Задача Сатурна вовсе не наказать нас. Он создает препятствия, которые помогают нам расти. И здесь очень важно знать, где находится Сатурн в вашем личном гороскопе. В натальной карте он показывает области, в которых вы можете чувствовать ограничения и трудности. Понимание этих ограничений и работа над ними поможет вам преодолеть препятствия и раскрыть свой потенциал. Пишите в комментариях знак своего Сатурна или дату, время и город рождения. Я помогу вам найти направление для работы над своими ограничениями. А если вы желаете понять, как ваш личный гороскоп влияет на ключевые сферы жизни, записывайтесь на уникальную консультацию по натальному анализу гороскопа, который поможет раскрыть тайны вашего предназначения и найти ответы на важные жизненные вопросы. Для этого вам нужно написать в WhatsApp или Telegram «Хочу. Разбор. Натальной карты». И я пришлю вам информацию об этой услуге. Что-то изменится в личных взаимоотношениях. Например, кто-то захочет обвенчаться в церкви или провести красивую свадебную церемонию на берегу океана. На морских землях. Раньше вы об этом и не думали. А сейчас что-то в вашей душе перевернется. Захочется других ощущений. Может быть, также брак с иностранцем, с человеком другой культуры или религией. Хотя в заграничных путешествиях стоит быть очень осторожными и внимательными. Могут быть различные неприятности. В виде отказа въезда в страну, например. Могут приниматься законы, мешающие вам получить гражданство или вид наджительства в другой стране. Старайтесь досконально изучать все нововведения. Играть по правилам принимающей стороны. Четко планировать путешествий или переезд в мельчайших подробностях. Тогда шансы попасть в нужный пункт назначения вырастут. Девятый дом отвечает также за юридические вопросы. Вы можете оформлять какие-то важные документы, требующие особой внимательности и помощи специалистов. В виде неприятного опыта у некоторых раков могут начаться судебные тяжбы и другие юридические вопросы. Вы можете встретить какого-то человека, который станет для вас наставником и учителем, которым многому вас научат. Работа может быть связана с заграницей. Это и командировки, и международные контракты, проекты. Очень благоприятный период, если вы педагог. Может быть, вы проработали много лет на одном месте, скажем, в обычной школе, а сейчас рискнете и перейдете в частную, и для вас точно откроется новый мир. Ваша цель – не бояться выйти из зоны комфорта, попробовать что-то новое. Жизнь сама вас оттуда вытолкнет, а вам не нужно сопротивляться и кричать «все пропало». Вам нужно смело начать познавать этот новый мир, познавать все, что еще не знаете, не пробовали. Девятый дом затрагивает не только зарубежные связи и дальние поездки. Ваши работы или личные дела могут быть связаны с телефонными разговорами или различными корреспонденциями. Это могут быть, например, первые гастроли далеко или издательская деятельность. Но самой интересной мечтой, пожалуй, может являться заграничное путешествие туда, где вы еще не были. И эта поездка может перевернуть всю вашу жизнь. Поэтому мечтайте и готовьтесь к этой поездке. А остальное решится само собой. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Благодарю вас за просмотр. Буду рада вашим лайкам и комментариям. Не забывайте подписываться на канал и делиться этим видео друзьями.